приветствуем этот выпуск будет у нас немного не таким как обычно у нас не будет хорошего звука не будет хороших камер будет формат в виде зум-конференции почему так потому что этот выпуск посвящен статье от вернее циклу статей об истории бим который написал артем бойко он проживает в германии поэтому нету доступа в живого чтобы это записать в связи с ограничениями пандемии поэтому пришлось использовать зум-конференцию если вы не читали эти статьи обязательно прочитайте потому что без них не будет понятен контекст разговора суки естественно в описании кроме того мне помогал еще илья емельянов с вопросами тема была очень интересно много поговорили об этой статье и о том как работает бим в германии к сожалению далеко не все мы могли выложить в открытый доступ было очень много интересных тем которых пришлось вырезать но тем не менее все равно разговор получился интересный поэтому давайте смотреть артем одна из причин почему здесь собрались это услышать твой рассказ о той статье цикла статьи статей о бим о том как он зарождался из чего он себя представляет и это по настоящему интересный труд его стоит обсудить и заодно очень хочется услышать мнение оттуда то есть из западной европы как вы у вас там сделал дела с бимом то есть фактически вот не не по рассказам а вот именно в живую но прежде расскажи пожалуйста о своем бим опыте то есть люди которые нас будут слушать они должны понимать вот насколько опытен человек в биме и почему вот именно он рассказывает о биме расскажи просто себе немного давай я родился в ленинграде рос и учился в небольшом шахтерском городе сансы на границе ленинградской псковской области после окончания школа переехал питер питере учился в горном институте на факультете шахтное подземное строительство после окончания сразу пошел в армию и после армии сразу уехал продолжать обучение в германии в германии я устроился на потом как принял свой диплом то есть как приняли мой диплом я устроился на работу с одним человеком который строил лифты и мы вдвоем строили лифты в регионе из баден франкфурт оттуда меня потом переводили в промышленное строительство где я посел в проектирование и тысячи наверно тринадцатом году я начал проектировать с автокада оттуда я перешел потом в крупную компанию когда переехал в Гольдбек это лидер строительной отрасли германии занимается промышленным строительством основном также парковочными системами или как-то называется парковочными парками сооружениями и там я вырос с проектировщика с чертежника до специалиста по биму автоматизации но как бы там тоже у меня пошли небольшие разногласия с моим начальством с генеральным директором я писал там полу открытые письма ему по поводу развития как это возможно как это не то чтобы должно быть но как это может дать толчок развитию бим в компании но мы с ним как вы спорили по этому поводу во время этого я получил оффер из другой компании который занимается инфраструктурными объектами и перешел туда у сентября я сейчас занимаюсь основном инфраструктурными объектами которые в основном это дочь и банк то есть немецкие железные дороги строительство дорог и такое городское строительство плюс федеральное немного именно с точки зрения бима тебя привлекли на как бинда это ну как бим я начал на река все это еще в школе были варезные архикад и всякие программы у нас школе у всех были в девятом классе 3d max и уже архикады автокады продвинутая школа ну кто-то занимался до интернет сайтами уже в девятом классе я занимался тогда уже потихоньку проектирование много какие объекты в архикаде тогда это был 2003 год это потом уже когда я переехал в германию я занимался проектированием скетчапе то есть для своих родственников какие-то такие небольшие проекты для себя для родственников потом я получается в конструирование начал с автокада и в гольбеке они тоже начинали с 2d программе с 2d проектирование это была такая программа богат фирма альфа это вроде как текло и но такая больше похоже на автокад и 2010 году гольбек он перешел полностью на ревит и это меня просто поразило то тот функционал который есть в ревите это был новый мир который меня захватил я стал просто большим фанатом ревита 2014 года я три года сидел проектирование после четырех лет начал заниматься автоматизации то есть писал скрипты и оптимизировать какие-то процессы окей понятно давай тогда перейдем к нашей цели то есть если кто-то еще почему-то не читал статью на хабри да у тебя по-моему на хабри цикл статей о том откуда пошел бим как он родился и к чему мы пришли как мы к этому пришли кто кто принимал участие скажи просто как родилась у тебя статья но это родилось немного злости меня я перешел из крупной фирмы она была лидером индустрии и там были все процессы построены на ревите я перешел в компанию которая была open beam ориентирована все процессы которые в новой компании они хотели строить по принципам open beam то есть это через обмен информацией через формат и fc и они сами все прошли курсы building smart и походили больше на людей которые очень четко видят работу только в open beam то есть без даже продуктов каких-то автодеска это меня поразило сначала то есть как-то меня вот из ревита в open beam резкий переход и потом меня заставили пойти на building smart курсы потому что сказали что дочь и банн будет работать только с подрядчиками у которых есть команде один-два человека которые у которых есть сертификат как бы это неформально было сказано как бы я не имею документальное подтверждение этому но мне сказали как бы что да вот сейчас идет речь о том чтобы работать в самом через open beam пожалуйста иди на building smart сертификат послали меня на building smart сертификат и на этом семинаре была информация как бы ну не соответствовало тому что я до этого где работа то есть с ревитом и с теми процессами которые выстроены в ревит это не соответствует open beam процессом тем которого видел меня это поразило эта разница какая-то образовалась непонимание я сразу во время уже семинара просто накидал какие-то первые вопросы которые у меня есть building smart и всей этой организации у меня получилось это листов 20 во время семинара которая записал то есть то что меня раздражало то что меня конкретно удивило что не соответствует они совсем по-другому рассказывают пробим то есть это не тот день который я представлял то что я знаю обмену с русским комьюнити то есть это совсем другой мир какой-то меня поразило это отличие я решил сразу написать про эту статью но в итоге до этого я дошел только в третьей части конкретно до building smart а до этого я решил уже если я начинаю это я расскажу про немного про историю вообще дима то есть я знал про ленинда райца что этот наш ленинградский инженер который построил новый стартап который дал нам ревит основную программу которые мы работаем почти все сейчас скажи пожалуйста вот это вот курсы building smart а это насколько большие не были ну то есть это двухдневный по моему курсу это двухдневный курс обычно это человек приезжает тебе плачут отель ты как бы хочешь приходишь тебе рассказывает какие-то основаны доски что-то показывают в виде презентации сейчас этом году это было видео веб-вебинара то есть просто по видео просто презентацию пролистывает женщина и она рассказывает она считается экспертом ним конечно в германии она считается одним из главных экспертов им здесь опыт им экспертов германии настолько меня поразили это сложные процессы передачи информации через форматы и вц это огромное количество аббревиатур огромное количество лишних каких-то как-то называется когда процесса пересекаются то есть огромное количество уровней новых которые в принципе не нужны дублирование происходит дублирование дает меня из-за этого меня заделай а как думаешь почему так для чего это сделано то есть это же на основе iso 19 650 по моему да там это все выстраиваются все процессы но параллельно в этом курсе тоже где такая ненавязчивая река на продуктов немецких о план как бы подстраивается под процессы как бы говорится что да вот есть пласт бим который как бы вообще очень плохой и проблема в том что ладно бы этот курс был вопрос для каких-то людей кто захотел узнать пробуем а это как бы уже чуть ли не на законодательном уровне людей заставляют дойти и я видел кто был на этом курсе это были менеджеры то есть главы компаний то есть там даже мало проектировщиков то есть это люди которые по сути будут решать будущее строительной отрасли и вот их подсаживают на вот эту стратегию open beam при этом не показывая альтернативу то есть не показывает то как это может работать без передачи информации работает без такого огромного количества зоопарка программ которые есть в open beam слушай артем а вот вопрос вот ты сейчас рассказываешь что что ну прямо как бы немецких лоббирует да всю эту историю а как на твой взгляд это ну вот проси может повториться история с рингом ну на месте ними что будет здесь ринга который так активно везде заходят и заходят за нас посылом то что мы должны выдавить там проклятых иностранных вендоров и развивать свое и мы вроде бы тоже как за open beam и тот же на накат который везде говорит о том что они готовы поддерживать и все так далее так на твой взгляд у нас может такая история повторить я не считаю себя глубоким экспертом в таких делах но я вижу что основные после того как я создал карту основных связей между этими основными вендорами да это немецких trimble bentley автодеск то есть все они принадлежат то есть у них у всех село ставятся инвестиционными фондами и это три основных инвестиционных фонда которые в принципе просто говорится перетасуют карты в колоде то есть они руководят этим процессом то есть они под контролем держится ровно этот процесс день отрывок да ренга сейчас никого не интересует ренга сейчас я думаю только русско национальный такой продукт если он только выйдет за рубеж и только начнет кто-то интересоваться этому сразу купит кто-то и один из этих больших вендоров таких как trimble или автодеск я думаю да это интересно я имел ввиду немножко с другой стороны то что может ли у нас в россии сложится такая ситуация что там используя административный ресурс какое-то давление то что ренга там свой там пусть ограниченный но тем не менее какой-то лоббистский ресурс что нам тоже будут навязывать концепцию венгин вместе с концепцией венгин будут навязывать определенного вендора я даже не говорю там про заработки ренги и так далее я говорю с точки зрения нас там как пользоваться вот этой истории это первая часть вопроса вторая часть вопроса это вот то что напрашивается да насколько вся эта история с опыт бим она вообще жизнеспособная вот эксперты которые преподают на курсах какой у них бэкграунд какие у них юз кейсы есть с использованием концепции насколько эти кейсы успешные лет опять все вот ну какие-то маркетинговые материалы что-то сделали там выпустили стали статью и пошли пиарить и продавать курсы сколько кстати курс такой стоит две тысячи евро два дня нормально доступно для каждого причем там интересно да что на этом сайте потом building smart появляется твоя как бы твоя твое имя что ты окончил курс у тебя и сертификат они могут искать и она показывала во время этого семинара что вот например в китае там люди бьются вперед и в россии то есть давайте мы их давайте перегоним не будем отдавать наши позиции то есть будем все теперь идти на этот смарт курс про ренгу я конкретно не могу сказать я точно не знаю что творится в россии в этом плане мне главное чтобы не было навязывание то есть вижу проблему только в этом навязывание какой-то идеологи здесь конкретно просто я увидел от реально на законодательном уровне вот это продвижение тех идей которые в принципе не конкурентны то есть эта модель она достаточно сложная и трудно и трудоемкая и и и продвигают на то есть какие-то лазейки через какие-то видно что это явно не открытый какой-то выбор людей поэтому я это же увидел сразу в германии что на самом деле автодеск он не может то есть ревит продукт он не пользуется популярностью хотя он объективно считается сейчас объективный как бы самое лучшее на данный момент хотя он не развивается последние 20 лет пускай но это другой разговор но все равно то что я увидел это во первых кто занимается этими курсами это архитекторы в основном архитекторы которые не мало имеют опыта проектировать то есть это люди которые не работали на стройке но мы тоже многие не работали конечно все равно архитекторы это обычные люди кто и до менеджерских позиций доходит если я не мало понимаю с какими форматами с какими данными мы работаем на самом деле то есть для них у них другие понятия мне кажется и проблема в том что такие курсы ведут в основном архитекторы и вот люди которые сверху смотрят на ситуацию они снизу вот эти две основные проблемы то что это во-первых лоббируются видно что это активно лоббируются и второе то что люди которые просто говорящие головы которые дают какую-то информацию которая мало имеет общего с реальной практикой а может быть есть какие-то были продвинуты курсы смартам ничего нету более продвинутого как конечно конечно тебе подсаживают тебе говорят что окей вот это прошел первую этап это как бы начальные только ты как бы не думаешь что это закончилось есть дальше уже им координаторы то есть пожалуйста записывайтесь там уже сразу рекламы в конце что вы можете продвигаться дальше по своей служебной лестнице то есть там уже все чуть ли не записывались на следующий этап то есть координатор и там пока показывают уже конкретные кейсы работы я так понял что показывает больше все равно с продуктами немецких то есть они показывают немного работать и все это показывается на кейсах которые сделаны продуктах немецких но не дни мечи по моему в германии мне кажется начали говорить года четыре назад наверное в той фирме которая до этого работал голубик это считалось лидером лидером то есть вообще лидером во всех отраслях то есть разве завал голубик был моим клиентом когда я работал в автодеске я ездил в город у вас есть мем город которого не существует как и нельзя да вы ездили туда к ним в офис я там читал курсы по данному в голубик вот просто забавно то что ты упомянул вот ну голубик то они рассказывали как раз про голубик билдинг систем это по моему что-то было связано со сборником да там какой-то номенклатура изделий из которых они в том числе вот эти парковки собирали но интересно это был семнадцатый год и ты знаешь вот то что ну мы там у них видели ну блин этот небе там было много было геометрии вот но за всем этим не виделась сквозной какой-то системы истории и вот то что ты говоришь да там про бим германии заговорили четыре года назад да похоже потому что они первого консультанта по внедрению в германии наняли в конце шестнадцатого года потому что до этого даже потребность какой не было хотя в германии там мюнхене огромный офис сидит человек 300 но это было все там продажи продажи коробок то есть мы добрались до начала статьи который начал писать это было вызвано тем что тебе стало интересно что же такое building smart и айфси кстати как это произносишь произносишь это формат айфси и и все и в цена германии в россии и все вот и решил разобраться и написать в этом статью хорошо и вот самое интересное каким образом ты писал где-то набрал эту информацию потому что ту информацию которую ты предоставляешь этой статье она на википедии ты не найдешь такую и даже если очень сильно постараешься гуглить каким образом ты добрался до родоначальников бима как вообще это было я написал первых хотя первых это принципе она вся гуглится то есть информацию я нашел из различных источников в этом не было проблемы по поводу райца и того как он создал компанию то есть я просто собирал информацию по крупицам интернета и принципе переста попала нормально и после первой статьи я получил сообщение от одного человека в линк ты не он попросил телефон и сразу не позвонил это оказался села одной из самых крупных фирм германии меня это удивило и он не полтора часа рассказывал что горит артем ты попал по всем пунктам которые ты описываешь дожди а ты же на русском языке писал ты же на русском языке писал как он это до него дошло я сначала тестирую продукт на хабре то есть хабре это самые лучшие критики они сразу меня как бы там находят все всегда то есть мельчайшие подробности буквально один-два дня жду и потом выкладывают на английском языке и вот после этого мне написал этот человек он не позвонил мне он полтора часа рассказывал все правильно говорит но горит и сигарет создавали не так я тебе сейчас расскажу и вот он не подарочек рассказывал как он сам во всех этих процессах присутствовал он не был активно разработчиком он был как полу переводчиком полу инженером который присутствовал при этом очень важном человека который в этой схеме участвует и он с ним путешествовал то есть в америке был при регистрации и формата был рассказал мне что он был тоже в боссовском филиале ревита бостоне тогда и говорил что как раз это он мне сказал что я помню тогда как разработчики из калифорнии не переваривали людей из бостона потому что их там было первых мало и они какие-то вещи непонятные делали их никто не воспринимал всерьез как бы это он мне тоже рассказал ну и конечно в конце сказал что к сожалению ты не можешь процентов 70 использовать информации потому что у меня соглашение не разглашение то есть поэтому только после согласования со мной ты имеешь право писать и после этого я написал какие-то выкладки то есть имели право это использовать он написал ну так как бы потом я ему написал еще больше он сказал мне этот не можешь вообще использовать я тебе скажу в январе свое решение я вам написал нет к сожалению я хочу сейчас до рождества опубликовать третью часть провели все пожалуйста то есть я готов и и полностью изменить если вы мне попозже то есть или сейчас скажите что я убрал общего леком давила на него сказал окей хорошо ну говорит я из этой истории выхожу полностью и после этого просто мне хотелось показать эти немецкие корни и какую-то информацию которую он он говорит что я пишу конечно он сначала не сказал что почему я тебе обратился потому что ты пишешь так достаточно субъективно и резко если бы ты это писал более комплиментарно то конечно эти не позвонилась то что концов резко достаточно и вот то есть за твоего тона первой статьи я тебе решил позвонить и поэтому я решил не снижать тоже этот тон как бы мне это дало толчок и подтверждение тому что принципе я двигаюсь в правильном направлении то есть не стоит снижать этот оборот и вот до четвертой статьи кое-как то есть за четвертой части мне получилось мне кажется в одном и том же направлении двигаться и показать в конце то что я хотел то есть вот эту убийскую игру building smart но в итоге я пришел к тому выводу что в принципе я по доске играю тоже по тем же правилам ну и в принципе я вижу что сама строительная отрасль тоже играть и сложно кого-то винили ну то есть не нужно делать демоном демонизировать даку демонизировать что еще раз интересно прямо такой детектив не был один это было один из людей то есть по поводу статьи мне написала чуть-чуть наверное не значит что наверно расскажи что писали ну вот как он ты самый самых интересных это были люди которые писали да я прожил все эти истории он не в личные сообщения написал я прожил все эти истории мне понравилось все вместе потом получил мне написал личные вот как раз таки один из директоров стратегических автодеск он написал мне как бы интересно подискутировать с тобой по поводу я уже не помню то ли второй или третьей части я говорю да с удовольствием говорит только давай перенесем это все сигнал и мы с ним как бы обсуждали какие то пункты он не но он не принципе не смог доказать ничего то есть у него основные тезисы были по поводу того что ему не понравилось что я говорю что автодеск делать миллиардную выручку на ревите каждый год он говорит нет мы не делаем каждый год типа мы делаем в том году сделали например там в этом году не делаем то есть вот такие моменты он мне сказал типа ну не каждый год миллиардную выручку они сделают на ревите но принципе с другой стороны дал подтверждение тому что в принципе потом на чем он еще сделал акцент но это не знаю надо идти просто в месседжеры смотреть какие вопросы были но принципе он не смог как бы конкретно он сказал да мы развиваем как бы все нормально как бы не переживает то есть так еще сейчас сразу не вспомню что он писал потом мне написал тоже другой автодеск человек который занимается развитием мы тоже с ним немного подискутировали с ним и дискутировали после третьей нет после четвертой части по поводу развития рейд-продукта где он тоже уверял в том что как бы развитие двигается вперед большими темпами нас ждут как бы великие какие-то продукты все так в принципе я не нашел как бы я жду критики конкретных пунктов то есть конкретно того чтобы пожалуйста напиши мне конкретную критику и где я могу под найти подтверждение этому я всегда хочу чтобы если ты мне пишешь что какой-то пункт чтобы я нашел и мог проверить понятно что суда деск люди они скорее всего даже если они что-то готовы сказать про какие-то данные по продажам они не могут ссылаться на то есть на какие-то данные поэтому такое общение достаточно но не прям такое открыто и понятно но то что я видел что принципе ну я вижу что автодеск не занимается сильной разработкой то что я уже позже даже увидел что многие идеи приходят из комьюнити то есть такие как российской комьюнити приходят как автодеску говорит ему идеи и не просто говорит а говорит еще как их реализовать то есть это просто нонсенс то есть люди приходят автодеск говорят как реализовывать эти идеи и потом выкатывает автодеск это под своим то есть именем что это их не разработки и 2014 года я работаю тоже с ревитом активно я являюсь фанатом просто ревита и всего чего можно сделать на ревите динамо и всех остальных инструментов но я не вижу реального развития то есть продукты и принципе это подтверждает то что я во время этого занимался расследованием этим и меня подтвердилось если не ошибаюсь он сашка невец когда-то писал в фейсбуке там была какая-то история которая длилась несколько лет то есть когда это появилась запись комьюнити и спустя пять или шесть лишь автодеск ее реализовал у нас такой получается это грустный сейчас и только что в тест не развивается building smart это продвигают там своих контролируется из трех источников да 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 никаких инноваций а мы тут все шуршим и все это все бессмысленно большие движения вот то что тоже можно сказать парусов наверное сравнение комьюнити во время написания первой статьи первая статья на хабре я посвятил зарплатам по бим-координатам она была такая хайповая очень статья и было очень много отзывов и я искал людей бим кто уехал из россии и работает других странах мне хотелось сравнить зарплаты да хорошая идея да 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 это был огромный труд как бы я собрал целую группу linkedin бим russian expats для этого и создал туда людей и писал каждому то есть пожалуйста присоединяйся если ты уехал из россии там и работаешь бим то есть тебе интересно тему бим присоединяйся я наверно человеком на 200 написал из них 30 человек вошли в контакт и мы с ними переписывались по поводу положения дел по поводу развития и конечно я спрашиваю про зарплаты мне было самое важное узнать про уровень зарплаты про те задачи которые у людей есть получилось первую статью написать но в то же время как бы я собрал какие-то немного фидбэк со стороны то есть интересно было людей найти наших русских которые работают в китае например много людей в канаде из москвы из питера то есть много людей работает в англии из тоже нашего возраста примерно и те кто продвигает и с ними можно легко общаться или как бы спросить что то есть люди очень готовы на разговор с удовольствием это видно даже тебя не зная они говорят тебе все про то что знают это вот крутой крутой лайфхак как бы через linkedin можно общаться со всем бим комьюнити в мире проблема русского комьюнити что она достаточно зациклена на русских вещах наверное вот стоит немного может быть расширить кругозор и просто обратиться к людям я же тоже я английский не знаю мой уровень английского это а2 наверное он практически минимальный но я просто перевожу статьи на английский и перевожу и все что я делаю перевожу на английский через транс google translator то же самое могут делать люди из то есть у них у всех наверное я думаю 90 процентов бим комьюнити английский лучше чем у меня просто людям не хватает маленько выйти за рамки русского бим комьюнити ну я понимаю что линкдин жалко заблокирован конечно но это не причина его не использовать но это не причина да многие я вижу что русские то есть специалисты они на линкдине работают без проблем чистого пьян или другими способами а вот вот такое русское комьюнити в которой сейчас очень сильно в телеграме присутствует в германии что-то есть аналогичные но проблема в том что в германии как бы изначально тут в пани диджитализации это как бы совсем другой мир это как бы чтобы понять наверно ситуацию надо понять что демографический срез здесь не такой как россии в россии baby boom это 88 это примерно то есть наше поколение мы занимаем большую прослойку населения здесь германии самая большая прослойка населения за тем кому от 45 50 вся инфраструктура построена для людей все комьюнити то есть у них есть комьюнити свои то есть парах там где-то а вот таких как для нас таких мало и во первых тема бим только недавно пришла во вторых это отставая диджитализация то есть во всех вопросах здесь плане программирования software это все аутсорсится здесь ничего практически не делается кроме берлина берлине там есть стартапы какие-то но в основном как бы очень все в этом плане трудно здесь а немичек тоже уцорсит свою разработку про немичек у меня вообще не было ни с кем но то что я знаю например бош вот у меня здесь в этом регионе много людей программистов то есть из бима у меня здесь мало людей а вот машинного обучения с большими данными людей которые занимаются большими разработками больше или даймлере много это что они рассказывают бошу это поставщик софтвая и хардвая для даймлера мерселеса например даймлер он получается аутсорсит автономное вождение кажется беспилотное беспилотное управление правильно через бош бош в свою очередь аутсорсит свои процессы через свои небольшие фирмы дочки дочерние дочерние компании они раскиданы здесь по европе у меня пара знакомых которые в этих компаниях работали это что я услышал недавно то что если года два назад они процентов 30 аутсорсили через индию то вот в том году полностью все закрыли в германии аутсорсит весь беспилотное управление через индию и слышал и случайно от другого человека который из питера град киспитера работает здесь больше он сделает коробки передач для боша и он тоже говорит полностью разработки новые перенесены в индию меня это просто поразило что процесс разработки коробки передач больше то есть то что будет потом даймлеры или где-то это практически на процентов 90 чуть ли не 100 аутсорсится это кстати хорошо это сказывается на качестве это мерседесов то об этом уже все говорят вот она понимает понятно откуда сказать что сейчас беспилотным авто хендай сотрудничает с яндексом можно ожидать что хендай осилит раньше чем даймлер ну вполне возможно конечно то что я от него слышу он занимался конкретно то есть он мне рассказывал как это все происходит и я не буду далеко уходить эту тему как бы это совсем другая тема очень все проблематично и то что я вижу в яндексе это разных мира и такие же друзья у меня есть в отрасли больших данных например или программирование я вижу что все это аутсорсится сегодня то есть к сожалению в германии нет таких такого количества специалистов это правда это правда с демографическим срезом я думаю связано с этим не связано с тем что в наше время когда мы были в школе то есть мы все помним да это было юнона на питере например ну это было приезжаешь на рынок и покупаешь за 100 рублей диск со всеми программами то есть со всем 3d саппром который существует в мире вообще на dvd и у тебя есть доступ ко всем технологиям то есть ты можешь создавать сайты можешь создавать 3d модели можешь спроектировать все что угодно и строить это в интернет то есть такой как бы глобализированный человек здесь такого нет конечно здесь ворд стоил я когда приехал для меня было шоком что я увидел что microsoft оказывается стоит 100 долларов или 100 евро но это был шоком для меня поначалу конечно какой год я приехал еще один статус на понятно а слушай расскажи именно вот у стройки цифровизации стройки в германии что-нибудь есть чем поделиться что в россии сейчас это бум в этом направлении идет именно цифровизация стройки а вот как у вас этом с этим делом у вас большое подспорье что у вас проекты они большие муравейники большие и на них большие инвестиции из таких проектов к сожалению в германии практически нет здесь нет теплового жилья такого как можно представить россии то есть германия это если коротко отойти от темы это вот такой густонаселенный коттеджный поселок от санкт-петербурга до москвы где каждые два километра новая деревня то есть и это принципе не деревня это по сути статус станции метро имеет ты приезжаешь ты думаешь что это деревня или село но по сути это по инфраструктуре потому что ты можешь получить это похоже на станцию метро где-нибудь окраине большевиков здесь нету такого таких проектов которые типовые большие и не таких больших застройщиков то есть если у вас это там большие застройщики типа пика например которые строят я не знаю строить городами германии стоит на работа всего жилья только одна компания вас устроит то здесь это в основном жилье двухэтажные двухэтажные мансарда это процентов наверное 60 70 процентов всего жилья в германии и это разбито на маленькие такие региональные региональные сферы влияния где каждый застройщик работает в своем регионе со своим поставщиком саппорт то есть у каждого у каждого еще свой саппорт свой свой мир и система то есть и у каждого получается такая коробка замкнутая то есть со своими программами у каждого чуть ли не свой ворд то есть один заработает там не знаю либо офис другой работает ворде другой работает и полный набор разных программ то есть совсем не соответствует тому что в другой деревне применяю германии примерно я не помню то ли 10 тысяч коммун в которых разные правила то есть разные подход к инфраструктуре своей собственной то есть в одной коммуне ты будешь обязан платить за прокладку дороги чуть ли не сто процентов рядом с твоим домом хотя это может быть деревянка то есть внутренняя городская дорога в другой деревне на тебя может упасть там только 50 процентов от стоимости строительства этой дороги в одной коммуне у меня здесь рядом стадик может стоить 700 евро здесь может стоить 500 рядом через 2 км может стоить 300 через 20 км стоит 100 поэтому вот нет такого как в россии в россии говорят сегодня поехали все на целину завтра применяем один стандарт какой-то и все занимаются примерно примерно все видит какое-то направление то здесь германия с этим проблема то есть здесь нет такого однозначного направления это значит таких программ а вот компаний типа голбек которые ну вот крупная там интегрированная компания проектирование строительство свое ну вроде бы логично казалось что они внутри себя будут процесс сквозной развивать маленько про гольбек если это интересно уголь бека четыре продукта офисы логистика логистический то есть такие промышленные промышленное производство парковки и 4 это тоже один из братьев гольбек занимается установкой солярных солярных как называется солнечные станции солнечных панелей солнечных панелей и вот конкретно по продуктам если идти то офис полностью делался до прошлого года в автокаде то есть 2d то есть понятно для понимания голбек считается одной из самых передовых строительных фирм германии и здесь продукты офис это сложные конструкции они все это делали в автокаде то есть я у меня коллега как раз в офисе работает и я постоянно приходил к нему и он мне сумел этот автокад когда он зависал я просто приходил какой-то шок от того что я видел другой мир потом основной продукт который был который не биме который хоть как-то драй-д проектировался логистические комплексы там ничего сложного это как лего там есть библиотеки для создания комплексов производственных то есть ничего сложного там нет и парковки тоже парковки это отдельный бизнес я в конце перешел в парковки и я еще писал тоже гольбеку самому то есть про то что проблема в том там тоже централизация билифельд занимается полностью разработкой всего бим направления большие филиалы которым я работал это на юге им не давали никакой свободы то есть там даже не разрешалось устраивать на работу бим инженеров бим координаторов или просто бим инженеров это просто запрещено было я со своими генеральными директорами боролся прямо тут как бы это была настоящая такая борьба то есть за получение права называться бим инженером мне говорили артем мы просто не имеем права потому что нам сверху сказали пилифельде что они занимаются только они имеют право заниматься чтобы не на других местах люди одновременно не занимались там разными разработками чтобы мы-то потом не приходилось координировать они хотят это все центрального офиса вести то есть такая как советский союз который управлялся из москвы то есть то есть из центра как европа сама она сейчас тоже правляется получается из франции и германии то есть из центра и доходят до своих от сателлитов только какими-то такими отрывками то же самое и здесь в гольбике то есть они пытались ввести разработку из центрального офиса билифельде а вот остальным всем то есть это примерно 3000 проектировщиков то есть 3000 персонала не давалось возможности даже проявлять инициативу в сторону бим то есть даже если у тебя есть какие-то наработки ты посылаешь их там а там сидят люди которые программируют основном то есть программисты если их видел то это большинстве люди которые но там процентов наверное 50 которые не знаю что такое проектирование и они должны были для нас которые сидят 500 км от центрального офиса разрабатывать новые какие-то инструменты автоматизации это меня все возмутило и я тогда начал как бы я это было первое письмо я написал он меня добавил там было в том что после какой-то статьи или чего-то он не добавил сам гольбек сын он не добавляет линк ты не в друзья я нашел думаю возможность напишу ему открыто что я по всему по поводу думаю бима в компании я вот мы там маленько склестнулись как бы с бима делом билиферда не с не конкретно он конечно поддержал сам гольбек и мать я конечно против меня так сточил зубы но во время этого я получил хороший оффер с другого места поэтому забавно удивительно такие вещи слушают и конечно я нашел кстати в линкедене вот сейчас нашел человек с тем я работал максимилиан бог бомбер виде себе им лидер от гольбек да там примерно вот на такую компанию чтобы вы представляли эта компания у нее оборот 3 миллиарда до 3 миллиарда евро в года и вот как вы думаете сколько там и модели сидит сотрудников специалистов три миллиарда четыре тысячи человек то есть это там заводов 5 наверное бетонных заводов только 5 в чехии и в польше и на такую большую компанию конкретно бим и разработкой плагинов или вот программирование занимается человек то есть ну мы начали да там с вопроса про стройку то есть там проектирование даже не полностью покрыто то есть о стройке речи не да как я полагаю стройка как бы то что я вижу это тоже какие-то компании идут впереди например штробок или стробок как называется или цуплин у них тоже конечно свои отделы есть я тоже уже видела как некоторые проекты делаются то есть они делали полностью без использования планов настройки очень интересно посмотреть что люди запретили настройки использовать план они сказали вот есть модель здесь все в модели есть там даже были видны в перекрытиях металлические стержни как армирование арматура арматура вот там даже были арматурные все стержни видно них не размеры и сказали все там небольшой проект был где-то наверное выглядело на миллион примерно такой проект я не помню по поводу чего там было но вот там я видел что интересно было сказали в этом проекте мы полностью отказываемся от планов и строим только по модели а инфраструктурно как они это реализовывали что планшеты ноутбуки там какие-то эти станции киоски с компьютерами да да то что видео было показано это были киоски с компьютером то есть просто ящик там стоит компьютер любой может подойти мышки посмотреть или планшет то есть там я думаю два три планшета есть настройки сразу тогда стоит следующий вопрос по поводу там квалификации персонала на строительной площадке насколько я знаю что в россии эта история не летает потому что у нас все крайне низкого мнения о квалификации той рабочей силы которая непосредственно настройки руками дело что зачастую правда но у нас многие технологии потому и не внедряются ну вот бегали там все пару лет назад с дополненной реальностью но все это разбивается реальность настоящих я таджику не дам руки девайс который стоит 4000 долларов и все у вас как здесь я я вижу что в строительстве мне кажется во всех странах одно и то же то есть на самой стройке работают люди той национальности в которой находится то есть не немцы работают на стройке конечно ни одного немца ты не увидишь на стройке раньше еще были прорабы которые были немцами то есть были немцы и главный то есть прораб у строительной бригады он должен был понимать по-немецки это было такое из главных условий и буквально за последние годы уже видно сместилась в то что главное теперь что прораб понимал немецкий хорошо это это уже не немцы это уже видно что эмигранты в основном это кто турки тому снова или ну в основном да не хочется не хочется приходить с польши вытесняет украина как бы такое миграционное движение курки в россии строят хорошо вот уж ну ты они здесь вот дорогие все-таки а там дешевые турки турков на стройке уже не найдешь нет в германии струк турки были наверно лет 30 назад здесь наверно когда были полная иммиграция сейчас турков нет сейчас турки это получается что в области цифровизации настройки это хорошо работает только у каких-то вот больших крупных компаний и все то есть остальные рынок работает по классике я ты правильно понимаю то что я не являюсь экспертом да у нас больше не у кого спросить я вижу в немецкоговорящих странах в швейцарии там идет на уровень выше то есть там развития немного дальше то есть если вот по годам считать германия находится примерно на уровне россии наверное может быть десятилетней давности а вот швейцария находится уже пятилетней давности по россии вот если считать в швейцарии да там больше денег там видимо больше вкладываются инвестирует больше в развитие и там как раз таки уже используются какие-то новые технологии но тоже проблема в том что они используют по технологии open beam не самый простой проблем может быть вот стоит рассказать людям подход open beam чем он принципиально отличается то есть вот может кто-то вот этого не понимает ну да я могу предположить почему действительно жизнь усложняет хотелось бы да из первых рук у нас как сам понимаешь непопулярная история с open beam абсолютно ну то есть open beam если вкратце рассказать то это осуществление информационного обмена за счет открытых форматов частности форматов а и все типы и различные вариации проблема основная откуда это все пошло то есть сама 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 вот это слово open beam оно пошло от немецких чисто маркетинговая идея немецких это не создали building smart это было от немецких который потом уже перешел building smart больше на откуда пошел в германии это здесь каждая компания она работает со своими региональными поставщиками software здесь хватает местных старых software фирм они очень старые то есть интерфейс это 90-е годы но большинство на них завязано то есть все процессы по поводу и и процессов все процессов бизнеса завязано на трех-четырех региональных программах эти три-четыре региональной программы сегодня увидев эту тему бим они сейчас все делают какие-то модули бим или решение тоже для бим то есть для строительства то есть небольшие игроки на региональном рынке они создают решение то как работать как работать с данными которые мы получаем и и проблема в том что здесь тоже есть четыре или пять программ которые используются строительстве то есть не только ревит ревит как главный а вот здесь я делал видео где показано какие программы популярны во всем мире и в европе видно что ревит не занимает такую долю рынка как это занимает только в европе и только в германии отличается вот это распространение open бим программ от всего мира здесь используются местные программы то есть это вот как бог от например архикад и еще там две-три программы которые между собой должны теперь коммуницировать и чтобы коммуницировать они создают модельки и все каждый из программ и чтобы проверять эти и все программы от разных вендоров то есть существует еще какая-то пятая программа которая собирает эти все и все каким-то немысливым образом и там уже они пытаются поэтому и все строить коллизии как-то то есть проверять ну то есть в принципе то что делает на без форс то что делает автоматический ревит это делать каких-то пятых программах то есть в итоге получается что человек работает не с двумя-тремя программами а минимум там с 5-6 если это какая-то стройка где еще работает несколько других подрядчиков и проблема была что не нечем было обмениваться и они нашли вот и все форматы и нашли какие-то новые маленькие программы которые по функционалу похоже на какой-то обрезанную версию навис локса то есть принципе функционал тот же что например у навис локса у синхро или у ревита но это какие-то отдельные функции то есть да то есть какие-то отдельные фичи которые берутся программ то есть принцип принцип принципа понятен вот но вот про open пим ты сказал что это история ними читая вот ну заметил несколько лет назад что они стали стали выстраивать экосистему как мне казалось что они стали выстраивать в оппозицию автодеска что у автодеска есть моно-вендорная среда у автодеска тоже ведь не все гладко с точки зрения формата подписываем да сидим там два полюса представляют там есть ревит есть сивил сивил это там огромная легаси автокада и мы знаем да у нас принципы описания данных они несовместимы то есть пытается это решить через порч это несколько лет назад тут показалось что немичек действительно стал собирать экосистему в оппозицию но у них там есть был там у план да там который в принципе даже какое-то время назад в россии были ряд адептов пол плана очень любили особенно те кто занимается железобетоном любили план за армирование отработал в организации у нас например конструктора были которые с удовольствием в плане проектировали потом немичек купил графисов да если не ошибаюсь то есть они архитектурную часть закрыли там каком-то в пятнадцатом или каком-то году они купили солибри они закрыли историю там автоматизации с проверками не сами беду крутой софт на самом деле то есть там не навис там нету таймлайнера еще чего-то но с точки зрения автоматизации проверок и даже сам подход рабочим интересный пример навеси же каждый знают эту модель и обдавляетесь какой-то после стимейшн сделан тоже цвета это солидарий сам принципом кокорты внедряешь то он был он как и более прогрессивный но а сушат и вот на практике сталкивался когда вот на каких-то там уже живых проектах тебе ограничение айси и реализации импорта экспорта в разных софтах начинает прямо вот мешать она прямо вот создает какие-то сложности нас кейсы были там ревит неверно экспортировал там никто и горе объектов неправильный геометрия войти строилась ну там я уже как бы давно там практическим проектирование занимаюсь поэтому я хочу надеяться что все это разрешилось там на за последние коллег но вот как практикующий человек скажи появлялись и кейси когда действительно у тебя ограничение реализации пункта айси в разных сапах они прямо становились препятствием при реализации до 2020 года я работал только в рейте и этих проблем соответственно у меня не было то есть я работал в связке с ней с ворсом но осталось с начала сентября я уже начал конкретно работать с инфраструктурой и в принципе познакомился цвиль драйд как бы тоже маленькая и вот тут началось тут как бы появились программы которые предлагают 4d и 5d решения такие небольшие немецкие программы у них база пользователей наверное может быть человек 300 наверно но наша компания потому что мы региональная компания они обращаются конкретно к этой компании так как у них уже давно связи по поводу ERP систем и вот они ждут от них решения BIM решения для нас и при том что это полностью программа то есть полностью фирма которая занималась ERP решениями они знают нас что вот мы работаем инфраструктуре они примерно знают наши проблемы и теперь эта фирма решает буквально в том году они решили строить BIM продукты для нас то есть вот это я просто говорю про класс и у таких вот программ тоже появилось 3-4 я вижу что они мучились прошлый год они вот набрали в отдел как это тоже пришел в компанию у них генеральный директор был совет директоров и они сказали нам никаких денег не жалко мы увидели как бы BIM нам кто-то рассказал про BIM и мы готовы сейчас на все как бы мы инвестируем любые деньги в развитие BIM в нашей компании они набрали людей это были люди без опыта то есть там два человека были с опытом автокада и один человек был который профессор в институте но работает на полставки и у такой компании и то есть такой команды они собирались то есть на полном серьезе заниматься развитием BIM и вот за целый год они как бы они в принципе построили 4d модель симуляцию и даже смогли как-то более-менее совместить это с ERP то есть с какими-то там костылями кое-как то есть это выглядело конечно очень страшно но целый год им понадобилось отроем чтобы это сделать я пришел к ним в сентябре и буквально за две недели я им поставил как бы я им создал модель за две недели время я создал модель то есть полностью железнодорожной платформы что их просто поразило его за два месяца буквально запрошили перед рождеством мы полностью закрыли полностью перешли на BIM в плане построения из планов которые нам дают немецкие железнодороги до BIM модели в 3d в клауде то есть за два месяца мы до этого дошли и все равно они сейчас пытаются дополнительно отрезали от нас сейчас дорожное строительство и сейчас пытаются тоже интересно взяли человека института который будет пробовать строить дорогу в четырех разных программах без опыта они ему хотят дать задания просто не издеваются над людьми и говорят что вот у нас есть дорога типа и пожалуйста построена модель в четырех разных программах и через полгода дай нам как бы фидбэк какой программе нам стоит строить и вот такой уровень примерно я вижу то есть моя сейчас куда я сейчас перешел компания это уже даже то есть мы тоже уже рвемся в лидерство я вам хочу сказать это как бы компания которая уже такая достаточно продвинутая и того что я вижу это вот уровень все остальные это еще автокад и совсем другой мир про дочь и банк интересно были у меня там но меня тоже компании пире они купили они купили какой-то проектный офис в перлине но переименовали это был пире они делали как раз железнодорожную платформу куски платформ с куском путей по заказу дольче бана ультимативно привить да 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 то точно такая же история это было удивительно вот скажем так я аудит делал модели дочь и бана это было странно нет не надо так делать почему ревит почему ревит они говорят ну вот типа заказчик сказал что им нужно обязательно сделать это время и мне это напомнило там российские истории типа образа 15-го года когда кто-то сходил на какое-то мероприятие людей в голове отложилось дима таревит лод 400 и потом это было очень похоже на это и мы упражнялись динамо писали скрипты тоже брали координаты из какого-то вот как ты сейчас писал это вот какая-то местная софтверная компания делает софтину которая решает одну единственную задачу она занимается этим треколайн собственно там она вычитывают точку и угол поворота оси оказалось что эти железнодорожные они всячески изгибаются ну и вот мы упражнялись как этот excel там несколько тысяч строк превратить в ревитовскую модель этих железнодорожных в нормальных программного спечения это уже реализовано давно при превышении головки рельса она автоматом считает классно кто-нибудь там из российских разработчиков да там кора кормимся кормимся на этом то есть вот артём я могу сказать что это мои ребята я бы на немецких проектах деньги зарабатываем в бимовских они делаются в германии но самом деле не совсем рассказывал сейчас компанию который клиентская база 300 человек какова же стоимость лицензии при зарплатах немецких программистов у этой компании чтобы они жить могли как раз про ту компанию про ту программу которую это говорю которые делают одну функцию акс по оси определяет какие-то это компания называется на праве про который ты говорил и вот конкретно у нее одна лицензия стоит 20 тысяч евро прекрасно и самый прикол в том что у нас на компанию сейчас куплено несколько лицензий и там если один человек работает второй конечно не может работать и сейчас будет запрос чтобы новую лицензию получить на эту программу и пришел ответ что они не могут так быстро там выставить код то есть этот процесс занимает две недели когда нам новую лицензию меня тоже поразило что просто какую-то какой-то лицензию да что просто третий человек мог работать в программе это занимает 2 недели как будто они пишут новые программы про уровень программы да и мужа вот это есть какой-то протекционизм со стороны государства почему вот весь этот софт они вытесняются как они вообще живут руки стоит с таким уровнем грубо говорят там нет конкуренции они боятся выходить тоже за рамки то есть не то чтобы клановой сенок коммунность то есть если люди работают регионе они стараются работать с региональными поставщиками они тут тоже большая убийская работа проводится между местными игроками ходит и промывают мозги конкретно то есть тебе конкретно говорят что вот наше софтвейле если будет 2-3 раз говорите что наше софтвейе самое лучшее конечно ты через пару месяцев купишь а люди кто сидит то есть у руля это сама показывают в основном то есть начальником отделов показывать не проектировщика показывают же логично берут какого-то самого лучшего проектировщика и начальника отдела начальника отдел вообще не понимает как это что там делается, и ему показывают, вот, программа, все красиво работает, берите сегодня, там, скидка еще, и понятно, что люди, как бы, покупаются на этот маркетинг и берут ту программу, которую им продают, а там они рядом все, и маркетинг вот этот какой-то древний, который, они просто ездят по фирмам, у нас за последние, там, три месяца, я не знаю, было, наверное, четыре продавца разных программ, которые приезжали конкретно по поводу строительного, строительного, строительного проектирования, то есть дорожного проектирования, и мы сейчас выбрали четыре программы основные, там, четыре программы, причем это не цивиль драй-д, чтоб ты понимал, вот для дорожного строительства они цивиль драй-д рассматривают в последнюю очередь сейчас. А что именно? Есть еще три программы и какие-то... Карфин? Я точно уже не помню. Карта 1? Карта 1, да. Карта 1, да, это немецкая, кажется. Да, 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 да. Да, вот Карта 1, потом, да, еще вторая тоже похожа очень на Карта 1, то есть по функционалу, я что-то не понял даже разницы, я тоже присутствовал маленько на вот этом... И вот совсем в конце цивиль, как бы. И я говорю, давайте я вам, типа, через аутсорсинг этот проект сделаю, там, буквально за две недели. Я, в принципе, сделал какой-то проект они мне дали, я сделал, то есть выкинул это на рынок аутсорса, как бы, и мне люди, которые у нас в комьюнити сидят, они сделали этот проект быстро и без проблем за буквально за пару недель, наверное. Они сейчас будут заниматься полгода выбором программы, и вот интересно, к какому итогу они придут. Я, конечно, критиковал, я говорил, что как это вы можете, как бы, брать человека с института, который без опыта выбирать вам программу, которую мы будем строить. Я говорю, это абсурд. Вы, как бы, такая политика, как бы, они сами хотят, как бы, ко всему прийти, как бы, вот на своих ошибках видно поучиться. Понятно. И это одна из, как бы, передовых, передовых сейчас, ну, то есть мы не считаемся, то есть мы сейчас, как бы, идем впереди паровоза, то есть у нас строительного возраста. Иногда очень полезно взглянуть на себя со стороны, вот с помощью тебя мы смотрим на себя, и понимаем, что не так уж и плохо-то у нас. Есть проблемы, но... Вот, по иронии судьбы, у меня сегодня в офисе был разговор у нас с директором строительного контроля как раз про BIM, то есть до того, как я там в компании появился, к нам приходили BIM продавать большая четверка, ну, вот, там, McKinsey, Stunen, и так далее. Ну, я вас спрашиваю, ну, а кто там же, известно, что, как бы, внутри, ну, в части BIM компетенции-то нет. Ну, презентации красивые, да, там, они презентации декларируют международных экспертов. Я говорю, ну, это все тоже ерунда, потому что, ну, по опыту знаю, когда мы пытались там в России продавать FDS-консалтинг, и у нас там на российских проектах были международные эксперты, ну, на нашей реалии это плохо ложится, и, как бы, весь их там опыт, приобретенный, ну, в своих странах, он здесь нивелируется практически до нуля. Вот, я вот это рассказываю и говорю, и на самом деле в России крутые технари, у нас, правда, очень крутые технари в части, там, любых софтов, просто, ну, вот, не знаю, думаю, у нас, если не лучшие в мире, то в топ-3 это точно, их много. Ну, не только в России, это, ну, по всему СНГ, там, Украина, Белоруссия, там, Казахстан, даже, если, да, там, ну, вот, на постсоветском пространстве у нас тут много технари крутых. И вот я вам рассказываю и говорю, и поверьте, говорю, что у нас в тех компаниях, там, которые у нас, ну, как бы, в стране, да, считаются бим-передовиками, да, они, я говорю, там, лучше 90% всех европейских компаний у себя эту технологию внедрили, адаптировали и ее, там, вывели на очень высокий уровень. Так что, у нас, Игорь, сегодня плохо. Хорошо, да. Да, могу добавить еще немного по BigFall. У меня тоже, как раз, хорошая моя подруга работает в одной из фирм BigFall во Франкфурте. И она тоже говорит, у нас недавно, коротко про аутсорсинг, она говорит, недавно мы, или год назад как-то было, что они получили доступ к информации, которая разрабатывается в одной из компаний BigFall в Москве. То есть, к ихним разработкам. И они, русские, начали делать какие-то свои семинары. Коллеги, коллеги, вот BigFall, большую четверку, это из технарей, мало кто знает, что это такое. То есть, это нужно уточнить, что это Aston Young. Это большие аудиторские консалтинговые фирмы, да, Aston Young, McKinsey, Ascension. И кто еще там? И вот она говорит, что вот русские, русские в Москве создали какое-то комьюнити, у них какое-то совещание, и все в мире могут туда присоединиться, кто по-русски разговаривает. И говорит, мне в Германии сразу про это сказали, и немцы, говорит, очень хотят узнать, что русские рассказывают, и, говорит, очень хотят присоединиться, видят кейсы, которые в России люди делают, они все в шоке от того, какие интересные решения находят люди в Москве. Но проблема в том, что они не понимают русский, и вот послали мою подругу, говорит, ты обязательно ходи. Она пыталась, говорит, я вообще, говорит, вижу класс специалистов, это как бы совсем другой уровень. И так я слышу тоже от многих людей, то же самое по Big Data, я слышу, что люди аутсорсят продукты через Украину, через СНГ, отсюда, из Германии. То есть людям быстрее это и проще. Ну, у нас с разработкой правда хорошо. У меня вот друзья в Китере есть, которые работают в IT, программисты, девопсы, и они все работают на американских компаниях, как правило. Ну и да, все с очень крутыми скилами, правда. Ну что ж, на такой позитивной ноте, я думаю, можем потихонечку заканчивать. Первый экспериментальный выпуск, скажем так, Zoom подкаста можно считать успешным. Артем, спасибо вам большое, коллеги, что поделились с вашими ценными мыслями. Артем, тебе особенно, спасибо за твой рассказ, потому что он хоть и был и короткий, всего лишь час, но он показал ту сторону, которую нам вот здесь не видна. И твоя статья, она подняла очень много вопросов и обсуждений. Будет ли что-нибудь в продолжении статьи, скажем так, вот твоей деятельности? Есть ли какие-то планы? Ну, в пятой просто части я хотел немного войти в тему, куда можно двигаться. То, что я хотел предложить тоже русскому комьюнити больше обратить внимание на open-source решения, как возможному продукту, который можно будет продавать за пределами России. Я вижу, что сейчас русские программисты, они сконцентрированы в основном на российских продуктах, на российских решениях. И вот уникальные люди сидят в комьюнити, то есть видно, что людей много. Примерно комьюнити, наверное, бим активных пользователей, это 5000 человек, из которых 1% минимум уже готовы создавать новые продукты. Это уже человек, наверное, 500 примерно. Но проблема в том, что они не будут выйти на рынок из-за предела России. Вот вопрос, как людям сказать, как они могут выйти на этот рынок, вот, может быть, попытаюсь как-то, возможно, если получится, раскрыть это в следующей статье. Ну, конечно, не только для России, а вообще, как бы. Я вижу будущее сам просто за опенсов-решениями. Хорошо, хорошо. То есть раскрою обязательно эту тему на русском и на английском языке. Я думаю, и то, и то, и то, и то, и то, и то, и то будет интересно почитать. Спасибо тебе огромное. Спасибо Ильям. Спасибо Артем. Вот, надеюсь, мы еще не раз так соберемся. А в идеале бы вживую, конечно, но в текущей ситуации это нереально. Ну, все. Спасибо вам большое. На этом мы заканчиваем. Отключаем запись. И все. Всем спасибо. Всем пока. Ребята, спасибо.